отлично вот я вижу что началась запись итак добрый добрый день добрый вечер всех приветствую кто нас будет смотреть в другое время суток уж не обессудьте меня хорошо слышно я надеюсь отлично итак мы сегодня с вами будем говорить о том откуда взять силы в то чтобы было хорошее настроение чтобы была вера было чувство благодарности вот именно об этом многие просили поговорить когда задавался вопрос на какую тему хотелось бы услышать сегодня сегодня лекцию это даже не лекция больше беседа такая у нас будет потом сможете задать вопросы если останется время надеюсь что останется и так почему во первых вообще возникает такой вопрос что может не хватать сил или или их уже нету как человек чувствует немножко с вами сегодня разберем механизм того что мешает нам получить вообще чувствовать себя нормально получать эти силы вообще откуда их нужно получать кто их дает кто их раздает нам эти силы будем говорить о том каким образом открываться получению этих сил что она может мешать получению этих сил в общем с божьей помощью должно быть интересно итак начать хочу с такого небольшого отступления о так называемых блошиных цирках если кто-то слышал такое понятие кто не слышал то раньше люди развлекались раньше я имею ввиду лет там 100 150 назад когда еще не было никаких гаджетов люди развлекались тем что устраивали такие мероприятия развлекательные как блошиные цирки то есть были специальные блохи надрессированные как это может не показаться смешно но мы сейчас об этом поговорим именно о том как их дрессировали эти блохи вот в этих вот цирках то есть это устраивали такие зрелища они там устраивали соревнования всякие тележечки малюсенькие таскали и так далее тому подобное теперь кто немножко знает вообще о жизни этих насекомых блох то человек знает что блоха когда она подпрыгивает она может очень-очень высоко подпрыгивает там на несколько десятков сантиметров чуть ли не до метра сантиметров 70 точно и получается что если вот такую неподготовленную таких неподготовленных блох посадили бы в этот цирк то они бы все распрыгались в разные стороны и никакого зрелища бы не было еще бы кто-нибудь подцепил там блох на самом деле блохи были дрессированы теперь как можно выдрессировать насекомое прыгающие что делали хозяева этих цирков они брали этих блох сажали в баночки которые накрывали стеклянной крышкой то есть блоха она же не понимает что сверху стекло она начинает прыгать когда она прыгает она бьется о стеклянную вот эту вот крышу баночки своей и постепенно каждый раз получая удар за ударом научивается прыгать не бьясь о верхний предел баночки постепенно к этому блоха привыкает и даже когда я уже выпускает она уже прыгает не высоко то есть она прыгает на не выше чем она сидела вот в этой баночке и поэтому кажется что она прыгает низко мне кажется она действительно начинает прыгать низко и таким образом она может принимать участие во всех тех событиях которые происходят в этом блошином цирке никуда не ускакивать далеко оттуда теперь почему об этом рассказал потому что этот пример мы с вами можем использовать как пример того как человек с детства то есть наши дети и мы сами в нашем детстве с вами учились быть ограниченными либо учились быть либо нас специально из подвале этому учили то есть нам ставили границы и говорили что ты когда закрашиваешь я помню я очень переживал в детском саду мы должны были раскрашивать там всякие фигурки геометрические рисунки и у меня никогда не получалось раскрасить это не выскочив за границу этого рисунка я по я ужасно конфузился по этому поводу пока мне слава богу мой папа не объяснил что ничего страшного если ты выскакиваешь для этого за за эти линии то есть для этого ты это и делаешь чтобы научиться не выскакивать есть иногда во время этой учебы выскакиваешь что ничего в этом страшного нету со всеми это случается я помню не так помогло так успокоился и не обращал больше внимания на то что это нервная воспитательница пыталась мне внушить по сути дела в таких ситуациях ребенку внушается чувство провала и чем больше таких чувств ребенок набирает свою копилку во время своего развития тем больше тем больше как бы человек чувствует себя провалившимся и несостоятельным и неуспешным самое страшное что из этого всего происходит что человек переносит перестает вообще инициировать что-нибудь своей жизни человек начинает бояться пробовать что-либо и это и это очень пагубно влияет на наше наше творческое начало и вообще на наши возможности в жизни . человек боится что-либо начинать чтобы не провалиться и это кстати очень очень распространенная проблема говорим как человек занимающийся уже больше 20 лет психотерапии проблем очень серьезно подавляющее число число людей имеет на том или ином уровне эти проблемы проблем страх провала через что еще это может проявляться например когда ребенок опять же рисует и нарисую там например розового слона ему гарнит и что нарисовал то что не понимаешь условия не серый розового слона рисовать нельзя вот и я будучи все-таки плодом нашего советского воспитания образования помню что когда моя старшая дочка моя дочь который сейчас уже 23 года когда и было там года три она очень было рисовать и она как-то что-то накалякал там на листочке и показала мне и я говорю что и такое она говорит это паучок я говорю доченька паучок же не так рисуется она так у меня забрала этот свой рисунок говорит это паучок и все и я понял что он абсолютно права и как бы самое главное ребенку дать уверенность себе теперь это не говорит о том что если ребенок ваш там начинает делать абсолютно неправильно какие-то действительно важные вещи потому что только он нарисовал паучка или там еще что-то такое это не имеет значения абсолютно никакого а потому что он будет расти развиваться и будет совершенствоваться но если он действует действительно что-то делает опасное для себя или он действительно что-то учит неправильно например пишет неправильно держит там карандаш или ручку в результате этого у него ужасный почерк или пишет сами буквы пишет коряво то безусловно ребенка нужно поправлять очень аккуратно не сдавая опять же у него ощущение провала давай ему такой стимул учиться делать лучше это один из аспектов да то есть не мы не ставить ребенку рамки которые в которых он начинает бояться раскрывать свой потенциал еще один пример я помню когда был в гостях в канаде у своего брата родного мой племянник тогда пошел в первый класс пришел очень счастливый что он получил высший балл в школе я спросил за что он сказал что учитель сказал написать букву эй на доске ты написал нет я написал букву уби потому что ее больше люблю и она у меня лучше получается я говорю так за что тебе учитель поставил высший балл ты же не выполнил его задание он как какой же ты учитель не сказал какой же ты молодец что ты умеешь писать букву by то есть в начале жизненного пути ребенка очень важно его постоянно подбадривать чтобы он не сделал разумеется опять в пределах в пределах разумного то есть если ребенок делать какие-то какие-то опасные неверные вещи его нужно обязательно останавливать и иногда нужно даже жестко это сделать чтобы ребенок понял что это вот нельзя потому что вообще нельзя но если ребенок там опять же есть какая-то такая зона буферная скажем да в которой можно немножко маневрировать то опять же лучше ребенка подбодрить в чем-то и не давать ему ощущение провала помните как в анекдоте когда мальчик говорит что меня практически никогда не обращали внимание и до семи лет я думал что меня зовут уйди идиот да не дай бог не про кого будет сказано так вот ребенка всегда нужно подбодрить и не бойтесь переборщить в это опять же люди которые по старому боялись перехвалить перехвалить ребенка значит его ребенка перехвалить очень сложно потому что он в принципе еще не очень разбирается где границы да если вы постоянно говорить какой он хороший мальчик или девочка и что он молодец что он старается и хочет помочь но при этом у него что-то рассыпалось или разлилась ничего страшного джон хотел помочь него просто не получилось у папы с мамой у бабушки с девушкой тоже такое бывает и учительница такое бывает то есть дать ребенку такую поддержку и легитимацию то есть объяснить ему что это допустимо что все живые люди ничего страшного не происходит отдает ребенку колоссальную уверенность себе и уверенность в том что если он ошибается или в чем-то даже проваливается ничего страшного нужно встать и идти дальше например есть такие очень сердобольные родители и дедушки с бабушкам что когда ребенок падает они ой 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 что там и что случилось и ребенок в таких случаях начинает сам очень бояться своих падения нету детей которые не падают до когда растут это во первых во вторых ребенок потом начинает манипулировать взрослыми он начинает значит инсценировать свое падение и ожидание ну где где реакция где обращение на меня внимание это уже разумеется как бы не очень хорошо это запутывает ребенка когда ребенку ничего страшного ты упал ну давай скорее вставать давай тряхнемся где ударился коленкой давай потрем давай давайте вот патру помогу пойдем побежали дальше переключаем внимание ребенка и значит продолжаем дальше заниматься и такой ребенок он потом в жизни легче в легче переносит какие-то ситуации в жизни когда у него что-то не получается то есть вот эти вот наработки детские дата уверенность в себе который ему давалось как в казалось бы безобидных ситуациях он просто споткнулся упал когда эти спотыкания жизни во взрослой жизни более серьезный человек более спокойно и более целостно как бы переживает эти моменты и и разумеется ему гораздо легче их переживать мудрецы талмуда говорят что есть такое такое выражение кто является счастливым и отвечает что счастлив тот кто рад своей доли в этом мире то есть о чем идет речь во первых о том чтобы научить ребенка радоваться тому что у него есть то есть разумеется не смотреть там по сторонам и говорить а вот у кого-то там игрушки лучше дороже или там кроссовки часы телефоны и так далее то есть все что только может быть у кого-то лучше а научиться радоваться тому что вот то что у меня есть слава богу она у меня есть и этим пользуюсь а у кого-то есть из него порадует что у него лучше всегда нужно еще помочь ребенку понять что помимо того что ты вдруг видишь что у кого-то что-то лучше подумай а вот то насколько она лучший какое она лучше для чего она нужна очень часто люди путают и дети и взрослые что если у меня есть что-то что дороже то не она лучше хотя тоже не всегда факт да а что я лучше от этого что мне тогда полагается больше уважения до если у меня дорогой автомобиль или у меня там какие-то очень дорогие часы или телефон значит я значит я выражаюсь научным современным языком крутой да то есть я успешный я счастливый завидуйте мне все при этом я очень много общался в своей жизни с очень богатыми людьми и богатейшими можно сказать людьми и они абсолютно те кто по-настоящему богаты и как бы при этом в личностном плане очень развитые люди они никогда не не кичатся своим богатством своими возможностями а выглядит вот внешне очень просто одеваются аккуратно достойно но не без выпендрежа как говорится и известное выражение стива джобса который очень много достиг в бизнесе компания apple pixar и многое другое богатейшим человеком был так он говорил что с возрастом ты начинаешь понимать что часы за 300 долларов и за 30 долларов и за 30 тысяч долларов показывают одно и то же время то есть вопрос как насколько тебе в практическом плане нужно то что у тебя есть да и и когда ты видишь что-то более престижная у кого-то рядом вопрос она ну нужно ли она ему это уже его вопрос да а нужно ли оно тебе нужно ли тебе за затрачивать те средства и ресурсы для достижения этой вещи только для того чтобы еще кто-то позавидовал это настолько настолько не взрослый подход человека до этой ребенка этому этому нужно приучать самого самого детства что у тебя хорошие допустим тебя хорошие кроссовки удобные качественные да тебе в них хорошо твоим ножкам удобно и это не значит что тебе нужен там за баснословные деньги покупать какие-то престижные кроссовки только потому что они считаются престижными касается это тоже детям нужно объяснять потому что вся реклама сегодня направлен на то чтобы манипулировать человеком то есть если у тебя этого нет значит и не что ребенку нужно это объяснять постоянно это объяснять что таким образом тебя пытаются обдурить чтобы ребенок не велся на все эти вещи и также вот то что мы говорили в вопросе кто счастлив тот кто рад своей доле в этом мире речь идет не о том что вот ты там сидишь где-то у себя там в углу имеешь свою тарелку супа вот и сиди и радуйся то есть то что у тебя на данный момент это есть разумеется радуйся но ты при этом можешь желать большего то есть это это правильно и хорошо что ты хочешь развиваться и стремиться к большему и к лучшему да для того чтобы достигать каких-то важных целей в жизни по поводу того как ставить цели там и так далее об этом можно отдельный урок делать но ребенка нужно учить тому что стремиться нужно к тому чтобы быть лучше и совершенней и при этом то есть зарабатывать себе на жизнь да стремиться быть хорошим специалистом в своем деле быть честным добрым человеком то есть это чему всегда люди стремились учить своих детей хорошим хорошим понятиям и стремлением которым человек должен тянуться это очень важно теперь когда мы с вами когда у нас с вами получается вот ребенку дать именно вот эти вот навыки да то есть не бояться инициировать не стесняться себя своих родителей своего положения в обществе есть дети которые там из-за давления оказываемого сверстниками там стесняются что вот их родители не работают на престижных работах не занимают престижные должности не живут в каком-то элитарном жилье и так далее они начинают стесняться опять же себя этим закрывают что у него бутерброд там не такой может быть шикарный как у кого-то и так далее тому подобное ребенку нужно это все объяснять и как бы показывать правильную пропорции отношения ко всему вот этому материальному и также очень важно ребенку дать понять и объяснить что истинная радость истинная радость она во-первых не приходит извне то есть вокруг тебя люди могут радоваться ты можешь радоваться даже с ними и чувствовать себя от этого лучше но истинная радость она идет изнутри тебя то есть внешние какие-то параметры они и вызывают временно то есть ну вспомните себя особенно женщины если вы там приобрели какую-то новую вещь какой-то атрибуру одежды до которого он нравится который вам идет но порадовались вы какое-то время потом она перестает радовать мужчин то же самое разумеется там почему-то порадовался чему-то новому до что у тебя есть что-то приобрел и через какое-то время на перестал тебя радует поэтому нужно воспитывать себя и своих детей в плане что радость изнутри себя нужно культивировать как это делать об этом мы сегодня будем говорить потому что истинная радость то есть когда человек даже получает что-то извне и не интегрирует это в себе то его это не радует например если человек там чему-то учится его он начинает радоваться тогда ну действительно вот человек может радоваться от самой учебы ему интересно учиться но истинной радости удовлетворение он получает когда у него начинает получаться то есть он не только приобрел какие-то навыки но и он начал уже эти навыки при применять в жизни и у него стало получаться и дай бог чтоб стало получаться хорошо тогда еще больше радости человек испытывает теперь вопрос во что стоит стоит вкладываться например ну есть очень много сегодня даже уже анекдотов о том что есть группа мужчин которые играть там в какие-то компьютерные игры танки например его человек просто забывает о себе вообще об окружающем мире и играет в эти танки то есть как бы играет и играет да как говорится вдруг поднимает глаза и понимает что там дети повзрослели обои дома переклеены не такие как он помнит то есть человек по сути дела ушел во что-то он может быть даже там стал мастером я не знаю в этом не разбираюсь в чем там проявляется мастерство но допустим он вот в этой виртуальной реальности достиг даже каких-то вот успехов с ног сшибать может быть вопрос как-то повлиял на твою жизнь ты упустил какое-то время в своей жизни что тебе это дало ты стал лучше ты ты улучшил какие-то свои человеческие качества ты сделал что-то лучше для других людей то есть что стало лучше от этого или ты просто убил свое время не дай бог это вопрос философский вопрос который зависит от мировоззрения человека которое тоже может быть нельзя сказать правильным или неправильным каждый по-своему это видит но она она практичная или непрактичная она дает какие-то свои жизненные результаты или просто ворует у тебя время жизнь не дай бог твое общение с женой с детьми вообще с миром да люди там не выходят гулять не выходят на улицу не встречаются с друзьями и поверьте мне потом если они приходят ко мне то они очень об этом сожалеют что они много упустили то есть вроде бы они были счастливы они занимались тем что доставляет им радость удовольствие но но они сожалеют об этом яркими примером радости является например когда человек создает семью свадьба людей если это все по любви по по обоюдному согласию разумеется то люди очень радуются потому что они приобретают друг друга и женатые люди знают что если отношения складываются хорошо то ты понимаешь что ты уже не такой какой ты был до того как ты женился или вышел замуж а вы уже вместе и еврейская традиция говорит что на свадьбу приходят два человека под свадебный балдахин заходит два человека выходит один то есть меняется реальность человек и опять же тут это уже отдельная тема разговора как как строить отношения то есть когда-нибудь об этом пока по рим если захотите то есть мы говорили о том что радость приходит с ощущением целостности теперь когда у человека не радость не дай бог не про кого будет сказано несчастье когда человек теряет что-нибудь самый яркий пример это потерять близкого человека когда человек уходит из этого мира умирает то очень часто очень трудно нам с этим справиться потому что у нас что-то забрали мы чувствуем очень часто опустошенность от этого и иногда люди иногда люди настолько запутываются настолько сложно перестроиться что вся их жизнь начинает быть омраченной чем-то то есть это естественно когда с момента потери человека прошло немного времени но когда уже проходит много времени человек только живет вот этой потери это уже ужасно конечно теперь давайте поговорим о том чтобы нам о том что из чего состоит вообще а наше ощущение счастья был проведен такой психологический эксперимент исследования и вот каким показателем пришли ученые психологи которые проводили это исследование что определяет ощущение счастья человек значит 50 процентов этого ощущения это генетика человека то есть умели ли ощущать себя счастливыми твои родители дедушки бабушки и и и и другие предки до другие поколения то есть насколько ты генетически приобрел вот это вот умение радоваться жизни то есть ну что тут можешь изменить ничего есть люди которые очень склонны к такой угрюмости можно сказать меланхоличности депрессивности и когда ты ему говоришь ну посмотри какой замечательный день какое солнышко там птички травка ну вот порадуйся смотри какая красота что тут радоваться ты знаешь как мне сложно в жизни как мне трудно и так далее то есть человек не хочет человек у которого есть вот это вот проблема на уровне генетики то есть восприятие восприятие нашего мира как мира трудностей и сложности они мира возможности счастья удачи удовольствия да то человек знает что ему сложно поэтому он не хочет критики он хочет сочувствия то есть такому человеку может сказать да я понимаю что тебе очень сложно я я тебе очень сочувствую и если я могу тебе чем-то помочь я с удовольствием это сделаю то есть вот это продуктивный и конструктивный подход к такому человеку значит это 50 процентов того что определяет насколько человек может ощущать себя счастливым это генетически его данные 10 процентов это окружающая ситуация то есть разумеется из человек живет там в каком-то месте то есть в каком-то развитом обществе где все уже отлажено гармонично и так далее то он живет более спокойно более уравновешенно размеренно да и мы знаем что вот сегодня в европейских странах там соединенных штатах америки в японии там в развитых странах люди живут очень долго средняя продолжительность жизни например в японии если не ошибаюсь вот то что я когда-то слышал там мужчины 84 года женщина 87 лет это средняя продолжительность если взять тех кто не дай бог уходит из жизни там молодыми и те кто очень старые то средняя продолжительность жизни 84 87 лет это очень хороший сегодня показатели в израиль я знаю тоже очень близкий к этому показатель там 81 83 года слава богу то есть уже очень многие люди доживают до 100 лет дай бог чтобы везде так было то есть а если человек разумеется живет не дай бог в месте где голод разруха война какие-то экономические катаклизмы низкий социальный уровень вообще общество в этой стране то разумеется и и продолжительность жизни ощущение счастья человека показатели будут низкими при этом при этом обратите внимание что в странах самым высоким показателем жизненного уровня где казалось бы человек должен быть счастлив если мы рассматриваем счастье как достижение материального благополучия то в странах самым большим самым высоким жизненным уровнем самый большой процент суицида то есть самоубийство не дай бог не проказано почему спрашивается почему если у тебя все есть почему люди вдруг не дай бог кончают собой потому что когда у человека в материальности все есть то ему хочется духовности а если он не знает как духовность приобрести а духовность имеется в виду это как нам нас я помню детстве юности в советском союзе учили духовность это искусство то есть балет музыка картины живопись так далее до произведение искусства но на самом деле это это не так то что мы нам же не могли сказать что духовность это проявление божественности там же нас может были атеистами все вот а на самом деле на определенном этапе если человек остается без без ощущения и понимания что он связан вот с этим божественным началом всемогущим бесконечного абсолютно добрым то очень сложно найти депрессию и не привести себя до всяких ужасных состояний поэтому об этом тоже нужно знать что как бы без без духовности человек просто не устроен жить без ощущения присутствия божественности в его жизни так чё того на счастье 10 процентов это центов цел а создан жить без духовности просто человек не создан жить без ощущения духовности и духовность она не проявляется в каких-то достижениях человеческих возможностей то есть искусство или музыка творчество а духовность это проявление божественность то есть это высшее высшее проявление высшая сила частью которой мы являемся без без этого компонента человек очень сложно не входить в депрессивное состояние или человек входит очень часто либо в депрессивное какие-то состояние либо человек становится эгоцентричен и просто занимается тем чтобы постоянно доставлять все удовольствие и убегать от каких-то там проблем вот поэтому духовность очень необходимо и я сказал что повторился что 50 процентов как мы сказали уже того что влияет на ощущение счастья это генетика человека 10 процентов реакция на окружающую среду да то есть то что то что вокруг него происходит насколько среда это благоприятно или нет и 40 процентов это наше отношение то как мы относимся к тому что вообще с нами происходит вокруг нас я сказал что на этом моменте я бы хотел остановиться поподробнее потому что это неоднозначно то как мы относимся тому как относиться к жизни нужно учиться и тренироваться то есть малое количество людей рождается вот такими законченными оптимистами мой любимый анекдот когда оптимист пессимистом спорят и пессимист горит хуже уже не будет оптимист говорит будет будет так вот наше отношение она определяется теми навыками которые мы работаем в себе которые наши родители в нас вырабатывали как относиться к тому что происходит в жизни то есть как мы уже с вами говорили там когда ребенок падает не делать из этого трагедию а наоборот подбадривать его если ребенок получил плохую оценку сказать ничего случается бывает ты способный мальчик или девочка и ты можешь исправить 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 эту оценку выучить то что нужно или сделать то что нужно чтобы исправить эту оценку а если даже и исправить невозможно ничего страшного у тебя есть возможность там улучшить свой окончательный результат тем что ты будешь прилагать больше старания усилий то есть никогда не поддаваться тому что вот все кончено это это конец да провал полнейший так далее и тому подобное мы об этом тоже сегодня будем говорить более подробно нельзя ни в коем случае сравнивать себя ни с кем вот кто-то там способный а кто-то не способный я помню тоже когда я был маленьким я смотрел по телевизору там выступали какие-то дети гениальные там был такой он по-моему до сих пор есть женя кисин пианист был пианистом если были внешне очень похожи когда были маленькие нас даже путали с ним вот несколько раз меня спрашивали не женили я кисин вот и когда я увидел как он играет я не помню сколько лет мне было лет 11 наверное мне было и вот это вот мое внутреннее ощущение что да у меня видимо жизнь не удалась потому что я так не смогу вот хорошо что если этим поделился с ощущением с родителями они успокоили сказали не все должны быть пианистами вот ничего страшного в этом нет ты будешь кем-то другим и дай бог у тебя есть свои таланты и действительно каждый из нас создан со своими талантами знаете как сегодня есть такое явление очень очень неоднозначное что родители стараются ребенка отдать на все кружки на все как бы развивающие занятия и таким образом очень часто ребенок лишается детства то есть у него просто нет времени играть общаться со сверстниками и вообще быть ребенком вот и да ребенок приобретает больше каких-то навыков чем чем ребенок с которым в которого не вкладывают но во всем должна быть пропорция то есть родители иногда настолько свои страхи вот этим вот вложением в ребенка да и не и не и не осуществившиеся какие-то свои мечты и страхи провала настолько их включают и пытаются как бы за счет своих детей это все погасить это никогда не срабатывает только вредит если это уже чрезмерно поэтому обращайтесь на это внимание не задалбывайте своих детей вот теперь ни в коем случае нельзя ребенка сравнивать ни с кем говорить вот ты видишь вот и такое он вот такой потому что всем разному каждого из нас разное предназначение мы разные души и в этом сравнении ничего кроме разрушительности нет теперь а из каббалистической традиции мы знаем что мир был создан творцом то есть это сверхсила которая создала наша наш мир создал нас в этом мире для того чтобы давать нам все что нам необходимо что творец он всемогущий бесконечно добрый и вот принимая от творца все что он нам дает мы доставляем творцу необыкновенную радость потому что тогда то что у него имеется когда он это передает нам она начинает иметь какой-то смысл потому что если что-то даже самое ценное там я всегда привожу пример золотой остров необитаемый на который человек попал но где весь остров все камни все из золота да и драгоценных камней но при этом там нет еды и это золото и камни некому некому обменять на еду то ценность этого золота она ничем не отличается от ценности обыкновенного морского песка и обыкновенных камней вот поэтому творец создал нас чтобы мы могли принимать от него все что он нам дает и это ему доставляет удовольствие ну такой очень поверхностный пример это то когда там маме или бабушке удается накормить ребенка который неплохо кушает счастье испытывают в этот момент родители вот так когда творец дает нам и мы от него принимаем он ему это доставляет колоссальную радость и вот здесь очень такой момент на котором тоже хотелось бы остановиться что мы не умеем мы не понимаем очень часто что творец хочет нам дать и не умеем взять да почему мы не умеем взять потому что нам кажется иногда опять же кажется что мы недостойны нам не полагается у нас низкая самооценка кто я такой а почему мне а что я такого сделал простите за что вот а почему потому что родители очень часто упускают возможность давать ребенку комплименты помните мы говорили что не нужно бояться ребенка перехвалить я вот пользуюсь например примером того приемом который мама использовала по отношению ко мне я только когда вырос и стал уже сам заниматься психологии психотерапии я понял глубину вообще этого подхода она мне никогда не говорила что вот если что-то делал не так она не говорил так делают плохие мальчики она всегда говорила так хорошие мальчики не делают то есть ты же хороший мальчик а хорошие мальчики так не делают потому что если ребенку сказать что так делают плохие мальчики я плохой мальчик вот я так делаю я плохой мальчик все что ты можешь сказать ты же хороший а хорошие так не делают и это хорошесть она вбивается в подсознание ребенка есть такой принцип что вот с детьми нужно говорить во время рассказывать им какие-то важные вещи да не только с детьми кстати и со взрослыми тоже когда они едят почему когда человек ест его негативное начало то есть вот животное начало к тому которому лишь бы набить пузо получить какие-то удовольствия физические она в этот момент заняты короче акист поэтому ему можно говорить что-то очень важно это входит прямо в подсознание так вот ребенку всегда очень важно рассказать какие-то поучительные истории притчи можно вот лучше всего когда он есть вот акцентировать как бы основной момент и постоянно ему давать вот должно от вас исходить что он хороший он хороший достойный любимый необходимый единственный в своем роде это не сделает человека эгоистом это сделай сделай человека уверенным в себе так вот творец нам дает а мы очень часто не умеем взять и это нам начинает мешать это нас ограничивает и как я уже сказал на ограничивает во первых не умение взять во вторых непонимания что вообще что-то нужно брать ну об этом мы говорили с вами на прошлых наших встречах вы можете эти встреч посмотреть на сайте бердовид вот и поэтому очень важно ребенку объяснять что вот мир создан творцом и все является проявлением творца и творец он бесконечно добр всемогущ и он его то есть ребенка очень любит да и нас с вами кстати тоже мы об этом тоже говорили и когда человек привыкает к подобному мировоззрению и интегрирует его то есть он это это мировоззрение становится неотъемлемую частью так человек начинает чувствовать то опять же человеку это очень помогает не бояться быть более уверенным и кстати нужно научить ребенка благодарить то есть благодарить знаете есть даже взрослые люди которым очень сложно сказать спасибо вот спасибо до свидания здравствуй и так далее и это тоже происходит чаще всего из-за того что человеку кажется что первых спасибо никому не нужен потому что кто я такой опять же низкая самооценка во вторых из-за того что человеку кажется что меня это унизит да что если я поздороваюсь как будто от меня что-то забирают как бы вам не казалось это каким-то бредом но когда начинаешь с помощью общих терапевтических техник конкретизировать причину происходящего то очень часто люди на это выходит если я скажу то я значит это как будто не уезжает я как будто фраер какой-то да то есть я как будто дешевел в цене разумеется это все наши заморочки это на самом деле не так вот поэтому когда мы ребенку объясняем что вот есть рядом с ним всегда кто-то кто его любит всемогущий защитить ему это дает чувство уверенности можете сделать ребенком упражнение дети потрясающе делать и упражнение которыми сами делали на предыдущих встречах чтобы ребенок это почувствовал и учить его жить с этим ощущением что вот со мной творец чека тогда подсознательно хочется быть лучше потому что он знает что вот рядом со мной кто-то кто всемогущий бесконечный который создал все частицы которого я являюсь кстати очень важно понимать что особенно вот в семье в отношениях в семье в первую очередь скажем так но и разумеется вообще в отношениях с людьми отношениях к миру понимать что ведь раз все создал творец и творец является проявлением всего то есть каждый из нас с вами все что нас окружает это проявление творца в мире нет ни одной молекул ни одного атома который бы не частицы который бы не являлся проявлением творца то есть все он он создал мир из себя внутри себя же поэтому если вы будете приучать себя и своих детей относиться к другому человеку в первую очередь к членам семьи что вот моя жена моя Александра жена это проявление творца которая называется жена а мои дети это проявление творца который называется дети то тоже относится это не просто как к к этому человеку как вот ну которые помните как туда-сюда до перед глазами и не к тем детям который иногда раздражают и которых от которых хочется иногда отдохнуть, ты уже начинаешь относиться, это же проявление Творца, это же божественно. То есть ты начинаешь чувствовать другой уровень ответственности, хорошей, позитивной такой, конструктивной ответственности, которая помогает тебе становиться лучше и помогает тебе держать себя в руках, относиться более правильно, мягко, уважительно, уважительно к своим близким, к своим друзьям. И даже к детям нам кажется, что вот ребенок, кто такой ребенок, я взрослый, я достойно уважения, а он ребенок, он как бы, ребенок он тоже человек, он тоже душа, еще неизвестно кто из нас более совершенный, может быть этот ребенок какой-то праведник. Вот, поэтому вот такое отношение, что все, кто окружают меня, это проявление Творца, под именем Саша, Вася, Петя и так далее. И это меняет наши отношения, безусловно. Вот, теперь каков механизм возникновения любого нашего состояния. Я вот сейчас вам покажу, я здесь у себя нарисовал такой треугольник, я вам сейчас его покажу, продемонстрирую. вот этот треугольник, наверное, он у вас будет непонятно, что я написал, потому что он в зеркально, видимо, показывает. Значит, есть такое выражение еврейских мудрецов в Талмуде, что сейчас я попытаюсь вам получше это показать, что окончательное действие зарождается в предшествующей ему мысли, то есть окончательное действие, то, что мы сделаем, этому всегда предшествует мысль. И вот поэтому я нарисовал вот этот треугольник, я вам сейчас объясню, потому что вы его видите зеркально. Вот. Значит, вот у нас начало, да, начало действия. Начало любого действия предшествует, как мы уже сказали, мысль. Эта мысль вызывает, вызывает чувства, и чувства побуждают нас к действию. То есть мысль, чувство, действие. Всегда только так. Так мы устроены. Мысль, чувство, действие. Теперь, если мы с вами не умеем продуктивно мыслить, что значит продуктивно, то есть таким образом, чтобы чувствовать себя хорошо, да, то это значит, что наши мысли вызовут негативные чувства, а негативные чувства вызовут действия, которые нас радовать не будут, мягко выражаясь, а скорее всего будут нам каким-то образом досаждать и даже вызывать какие-то негативные ощущения, опять же, негативные последствиями. Притом, в то же время, если у меня хорошие мысли, позитивные мысли, да, то они, разумеется, повлияют позитивно на мои чувства, и разумеется, эти чувства побудят меня каким-то хорошим действием, от которых мне будет хорошо. И вот умение подобным образом регулировать свои мысли и чувства, это достигается, во-первых, желанием, подразумеванием и тренировкой. Желание, я хочу так думать, очень хочу так думать. Можно помолиться, попросить Творца, сказать, Творец, помоги мне так думать, я хочу думать так, я хочу думать хорошо. Есть такое также выражение наших мудрецов, что думай хорошо, будет хорошо. Да, вот только от того, что ты думаешь хорошо, будет хорошо. Мы сегодня с вами поговорим о нюансах этого. Что значит думай хорошо, будет хорошо? Просто тренироваться, именно хорошо думать. Например, любая ситуация, которая происходит, во-первых, о любом человеке думать в оправдании. То есть, допустим, человек вот что-то там вам нехорошее сделал, в чем-то вас подвел. Если вы скажете, вот гад, вот сволочь, мерзавец и так далее, ну что, вы от этого еще больше расстроитесь. Если вы скажете, что этот человек, он божественная душа, наверное, он в чем-то ошибся. Он, скорее всего, хотел сделать как лучше, а у него получилось как всегда. Вы скажете, ну что же я его оправдываю? Он меня там обдурил, обхитрил, что в чем-то подвел и так далее и тому подобное. Обокрал, может быть, не дай бог. А я его оправдываю. Понимаете, по своей сути у нас же есть позитивное начало, негативное начало, между которыми постоянно идет борьба. Знаете, как индейцы говорили, что в каждом человеке есть два волка. Один добрый, другой злой. И вот кто в тебе будет как бы больше выделяться из этих волков зависит от того, кого из них ты кормишь. А что значит кормишь? О ком ты думаешь? Кому ты даешь как бы возможность проявлять себя? То есть своими мыслями. Все своими мыслями. Никто тебе как сам себе. Так вот, поэтому, если мы даже о человеке, который поступил как мерзавец, мы пытаемся как-то его оправдать. На самом деле, мы говорим, ну что же я буду оправдывать? Его нужно к ногтю, его нужно вот просто. На самом деле, если я для себя его оправдываю, говорю, ну, наверное, он был голодный, поэтому он украл деньги там или еще что-то сделал. Или он просто не понимает. Не понимает человек, что как он себе вредит этим. Не понимает, что каждое действие за него будешь отвечать перед Творцом. И, как говорится, земля круглая. И человек просто проецируя подобное негативное поведение в мир, он вызывает обратную реакцию к себе же. Поэтому мы не хотим в этом замкнутом кругу находиться, туда-сюда с этой замкнутой реакцией. Поэтому, если мы думаем о человеке в оправдании, это не значит, что мы его оправдываем и, как бы, ну вот, веди себя дальше так, да, а мы не даем себе попасть вот в этот негативный замкнутый круг, начать думать плохо, чтобы это вызывало у нас плохие эмоции, мы нервничаем, да, люди от нервов, вы знаете, могут там, не дай бог, серьезные проблемы со здоровьем начаться. И, из-за того, что мы нервничаем, мы поступаем как-то, как-то такими действиями, которые вызывают негативные последствия, зачем нам это надо? Не поддавайтесь на эту провокацию нашего негативного начала. То есть, всегда мысль, чувство и действие. Теперь, хотел с вами поделиться, вот есть книга, одна мне очень понравилась, называется «Искусство убеждения». И там объясняется, насколько вообще, насколько эта книга по NLP, нейролингвистическому программированию, насколько мы думаем, что мы вот сами решаем за себя, как нам реагировать и насколько человеком на самом деле можно сманипулировать, не дай бог. И вот приводится там такой пример, что вот самая простая ситуация, человек сидит в ресторане, ему официант приносит счет, вопрос как бы от чего зависит сколько чаевых человек оставит официанту. Так вот, провели исследование, эксперимент и выяснилось, что ну, обычно там люди сколько-то оставляют какой-то процент, где сколько принято чаевых. Теперь выяснилось, что если на блюдечко с чеком или на подносик с чеком официант еще положит конфетку, просто конфетку, то чаевые возрастают на 3% от обычного показателя. Теперь если официант положит две конфетки, то чаевые возрастают на 14%, это статистика, то есть это проведенное исследование, вы представляете? Если официант предпримет такой трюк, что он поставит этот блюдечко или подносик с чеком, на котором будет конфетка, начнет отходить от стола, сделать несколько шагов, потом вернется и скажет, нет, вы знаете, вы такие приятные люди и положит еще одну конфетку на блюдечко, чаевые возрастают на 23%, то есть абсолютно непропорционально, да, непропорциональный рост, то есть от 3% с одной конфеткой, две конфетки 14%, и вот такой трюк официанта с возвращением это 23%, насколько, ну, то есть с одной стороны, если это просто манипуляция, ну, жалко, что так это используется, на самом деле, что мы можем это в лучшую сторону использовать, то есть в хорошем направлении, то есть когда мы проявляем кому-то, кому-то мы проявляем заботу о ком-то, даже такую минимальную, как там дать конфетку с собой, то в глазах этого человека мы очень вырастаем и создаем ему хорошее настроение, например, я всегда очень советую родителям время от времени подкладывать детям там такие конвертики с конфеткой и записочка «Я тебя люблю, ты мой любимый мальчик или девочка, ты мой самый любимый», да, даже если у вас их там много детей, то можно сам каждому написать, что ты самый любимый, у меня слава богу, чтобы не сглазить, шестеро детей, а их, разумеется, как все дети, папа, кого ты больше любишь, я ему говорил, я вас всех очень люблю и каждого по-разному, несравнимо, просто не могу сравнить одного с другим, вы настолько каждый уникальны, что моя любовь бесконечна к каждому из вас и несравнима с другим, и это их немножко успокаивало, поэтому вот такие мелкие мелкие знаки внимания, не только детям, между прочим, мужу и жене тоже это неплохо делать, очень даже неплохо, очень рекомендую, вот, особенно мужчин в отношении женщин, тоже для женщин вот эти знаки внимания, для нас мужчины они кажутся такими милыми, прелестями, для женщин они более существенны, вот, там просто лишний раз послать смайлик или сердечко для женщины своей, своей жене, это очень, 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 очень важно, это делает иногда больше, чем даже какие-то дорогие там подарки или действия одноразовые, теперь второй пример, который вам хочу привести из эксперимента одного ученого, Соломон Эш, был такой американский, по-моему, ученый, неважно, он провел эксперимент, психолог провел эксперимент, в одной комнате поместил семь человек, шестеро из которых были подставные и один экспериментируемый, то есть кролик подопытный, другими словами, и попросил, значит, поставил, значит, на экране изображение четырех параллельных прямых и спросил, сколько прямых здесь являются параллельными, пока все говорили, что все прямые параллельны, экспериментируемый тоже говорил, все прямые параллельны, вдруг в какой-то момент эти подставные, они знали, что так нужно делать, на очередном примере прямых этих параллельных стали говорить, нет, тут только две прямые параллельны, а две не параллельны этим двум первым, и когда все шестеро это говорили перед экспериментируемым, он стал, люди начинали заикаться, а многие говорили, да-да-да-да-да-да, я согласен, я вижу, да, вот эти вот две параллельны, а вот остальные не параллельны, то есть человек настолько попадал под влияние просто случайных окружающих людей, при том, которых было мало, знаете, такой эффект толпы, да, все побежали, я побежал, а куда ты побежал, я не знаю, все побежали, я побежал, так вот, люди потом говорили, ну, я не знаю, вот я подумал, может, я не прав, и такое часто в жизни бывает, когда в продолжении этого эксперимента из шести подставных пятеро говорили, что вот только две параллельны, а остальные не параллельны, при том, что они все были параллельны, при этом один из подставных, то есть шестой, говорил, нет, вы знаете, здесь три параллельны, одна не параллельна, то подопытный кролик наш, да, он уже не боялся выразить свое мнение, то есть, когда кто-то пошел в разрез большинству, то другой человек уже не боялся выразить свое истинное мнение, он сказал, ребята, окститесь, тут все прямые параллельны, теперь, есть люди, которые более уверены в себе, неважно, вокруг него сто человек будут говорить, что там что-то не так, он все равно скажет, нет, я вижу, что это так, не морочьте мне голову, но для этого требуется как бы либо очень хорошая генетика, как мы с вами говорили, либо правильное воспитание и правильные навыки самооценки, то есть, этот эксперимент тоже нам показывает, насколько можно запутать человека, задавив его большинством голосов, то есть, теперь мы из этого делаем вывод, что мы поддаемся каким-то воздействием внешним, теперь, когда мы сами с собой, то, как мы уже говорили, внутри нас есть два начала, негативное начало, которое, кстати, называется ангелом смерти, также, оно всегда в нас присутствует, и позитивное начало, созидательное, божественное начало, сразу скажу, что эти оба начала, они подчиняются только творцу, это не две разные силы творец и ангел смерти, а это ангел, который подчиняется творцу, и его задача в нашем мире смятение, да, чтобы выбирать правильный правильный путь, правильный правильный к правильным решениям приходить, поэтому, когда вы слышите внутри себя какие-то такой внутренний голос, ты такой сякой, ты ничего не стоишь, и так далее, тому подобное, который вас там опускает, принижает, унижает и так далее, просто прислушать этот голос, я не хочу тебя слушать, я знаю, что ты заранее негативное начало, мне на одной лекции один мужчина сказал, говорит, я тогда свою жену никогда слушать больше не буду, потому что она именно так со мной говорит, вот, разумеется, там, жена была не права, что она только так с мужем говорит, но это значит, в ней тоже говорит голос этого негативного начала, потому что человек, ну, не может быть вот во всем, даже самый-самый последний там какой-то человек, который неправильно себя ведет, он в чем-то все-таки остается хороший, потому что искра божественной души в каждом из нас есть, вот, поэтому не просто не слушать, не слушать, что говорят эти внутренние голоса, потому что мы очень часто себя зеркалим, то, что называется, да, отражаем, отражаем какие-то вот мысли самим себе и даже из-за этого видим определенным образом реальность, то есть, если человек настроен негативно и он приходит на экзамен, допустим, с ощущением, ну, конечно, меня сейчас провалят, потому что меня все не любят и вот ко мне все плохо относятся, да, и экзаменационная комиссия, разумеется, это чувствует, все живые люди, эмоции чувствуются, и уже подсознательно к нему начинают к такому человеку относиться, что вот что-то в тени так, парень, а если человек наоборот приходит жизнерадостный, улыбчивый, там в меру с чувством юмора и так далее, то к такому человеку люди начинают тянуться, есть открытость, уверенность, уверенность, люди тянутся и людям хочется как бы контактировать с этим человеком. Есть такой анекдот, как проводили эксперимент в племени дикарей и поставили в хижине, в одной хижине поставили зеркало и заходит туда хозяйка этой хижины женщина из племени и видит а в доме уже какая-то женщина есть, она подумала ах, мой муж такой-сякой привел меня не было в доме, так он привел уже какую-то другую женщину сюда, вот мерзавец, ну и так поглядывая в зеркало на эту женщину побаиваясь ее стал заниматься домашними делами тут заходит муж перед входом зеркала он видит какой-то мужик зашел уже мужик в доме какой-то он на жену чуть ли не с кулаками ах ты такая сякая как ты могла меня не было дома а уже у тебя тут какой-то мужик она говорит да нет это ты женщину привел какую-то он говорит да нет там мужик там женщина там мужик да спорит давай позовем вождя пусть придет вождь и нас рассудит заходит вождь и говорит что меня звали если вождь уже здесь увидел свое отражение да вот то есть то же самое та же путаница происходит у нас с вами в наших мыслях когда мы начинаем сами себя накручивать потом сами себя пугать и сами боимся и сами умираем от страха а с чего все началось только с наших мыслей еще один анекдот как помните как жена что-то спросила мужа принимающего в душ он он не расслышал ничего и не ответил она ответила сама себе еще раз ответила сама себе и он уже вышел из души разведенным человеком не дай бог ни про кого будет сказано теперь значит это мы говорили о том что мы отзеркаливаем себе сами свои проблемы еще еще одна книга которую я хотел упомянуть она называется по-английски она называется feeling good то есть это чувствовать себя хорошо книга посвящена одной из психотерапевтических техник которая называется CBT то есть это мыслительно настроенческая терапия можно так и перевести вот и там упоминается о том что есть еще один такой подход помните как 12 стульях у элочки людоедки либо я либо она либо все либо ничего то есть такой перфекционизм когда человек говорит что либо я самый лучший либо я ничтожество на самом деле у нас есть очень большое расстояние от этих двух понятий где можно потрясающе найти свою нишу и чувствовать себя очень достойным человеком особенно когда ты чуть-чуть поближе к середине или за середину от ничтожества удаляешься вот можно себя очень достойно чувствовать и самодостаточно поэтому это тоже неправильный подход ребенка нужно учить тому что максимализм перфекционализм абсолютно непродуктивен и от него лучше отвыкать с самого детства но наш негативный начало никогда не успокаивается и еврейский мудрец по имени раби из роль большим тоф родноачальник движения хасидизм он говорил что вся сила лжи именно в том что она приходит обернутая в какие-то приятные одежды и также вспомним высказывание Уинстона Черчилля он говорил что пока правда одевает штаны ложь уже оббежит полмира да то есть так мы устроены что в истину нам часто сложно поверить потому что она она такая как есть а ложь она всегда приукрашена потому что если она будет голая ложь это будет абсурд поэтому ложь она всегда приукрашена в нее легче поверить она она манипулирует она украшается так именно так чтобы вот в нее верили и это тоже нужно объяснять ребенку что вот не дай бог какой-нибудь там маньяк он никогда не идет с окровавленными зубами и длинными ногтями никогда не не подходит своей жертве да это всегда не дай бог милые люди симпатичные и так далее поэтому ребенка нужно учить осторожности что нельзя с легкостью доверять посторонним людям вообще лучше вот в израиле детей учат что с незнакомыми людьми просто вообще не разговаривать сказать извините и не не поддерживать беседу вот то есть например еще перфекционализм максимализм в чем мы можем видеть его негативное проявление в том что сегодня колоссальное количество колоссальное количество разводов в обществе есть вот и связано это с тем что опять же люди не воспитаны и не приучены как решать конфликты и даже не то что как их решать во первых как их не создавать если они уже возникли как их решать и при этом оставаться любящими и близкими людьми да по отношению друг к другу и вот этот вот перфекционизм он часто выражается в том что вот она мне там что-то не так ответила все развожусь с ней или с ним да и потом всегда человек об этом жалеет потому что это опять же это нашептывание нашего негативного начала что вот сейчас вот просто вот выхвати меч рубани отсеки эти отношения от себя и беги искать совершенные отношения совершенных отношений не существует совершенных людей не существует потому что человек если он совершенен он не будет находиться в нашем физическом мире который называется в каббалистической традиции мир действия в котором исправляют если человек уже исправлен то ему нечего здесь делать и он уходит из этого мира просто он умирает поэтому если человек здесь находится всем на долгие годы до 120 как у нас в Израиле желают вот значит тебе есть еще что исправлять есть в чем совершенствоваться поэтому не ищи в другом совершенство если в тебе его нету просто принимай человек таким какой он есть но опять же старайся видеть его через его хорошие сильные качества позитивные качества целостные качества а не через его недостатки тогда ты будешь опять же приучишь себя воспринимать так человека и конфликты в разы уменьшаются теперь нужно всегда помнить о том и опять же объяснять нашим детям что не нужно а ну во-первых не нужно наклеивать наклейки так сказать да ярлыки на другого человека что этот дурак а этот еще какой-то а этот еще какой-то стигмы такие да лепить печать оставить потому что каждый из нас очень сложен бесконечно сложен и интересен и у каждого есть хорошие качества и поэтому к людям нужно быть терпимее и внимательнее опять же видеть в них хорошие качества это тоже очень важно объяснять ребенку потому что если ты живешь с ощущением что вокруг одни под подонки и мерзавцы не дай бог да и негодяи то у тебя ощущение что я попал в плохую компанию если ты говоришь что вот вокруг меня живут хорошие люди вот этот хороший этим а этот хороший этим а этот прекрасен вот этим то у тебя ощущение я в окружении хороших людей это влияет в первую очередь на твое самоощущение а мы же стремимся доказать всем правду я его вот ткну носом его недостатки лучше свои себя ткни носом помните как что в чужом гладузу видим соринку а в своем бревна не замечаем вот это вот как раз об этом то есть нужно вот говорить спасибо людям благодарить творца благодарить каждый день еврейская традиция нас приучает к тому детей приучаем с малолетства что только поблагодарю проснулся поблагодарить творца первым делом поблагодарить творца за то что ты проснулся за то что он вернул в твое тело душ и вот за все благодарит ты ешь благодари благодари до благодари после то есть все время говори спасибо много не будет и друг другу разумеется за все благодарить я всегда говорю в лекциях по семейным отношениям что благодарите друг друга за все то есть иногда люди считают вот моя жена она мне обязана тем что вот у меня она должна стирать убирать готовить все остальное там все что жена да вроде бы должна мужу или вот он мой муж вот он мне должен знаете никто никому ничего не должен за все нужно благодарить потому что когда мы благодарим человека за что то ему хочется для нас делать еще раз и сделать еще лучше и больше вот поэтому это очень просто и очень эффективно благодарите учите детей благодарите объясняйте скажи вот ты мне что-то помог я тебе сказал большое спасибо похвалил тебе приятно да ты обязательно когда тебе кто-то делает тоже благодари и тоже там говори спасибо кстати то что влияет на воспитание детей больше всего это не то чему вы их учите а то как вы сами поступаете гораздо больше даже вы им всех учителей в мире наймите сдайте в самую престижную школу и репетиторов и вы кого вы хотите он будет вести так как ведете себя вы поэтому поэтому совершенствуйте себя в первую очередь как личность как человека теперь очень часто люди придумывают себе такую забаву что они вот выносят какие-то вердикты дают какие-то пояснения вот этот человек ведет себя так потому что он и начинается целая тирада не надо ничего выдумывать мы никогда не знаем почему и как себя человек ведет пока он нам сам не расскажет иногда он сам не знает почему так себя ведет не надо вот себя вгонять вот эти мрачные мысли и мрачные комментарии это опять же создает негативные ощущения очень часто люди любят почувствовать себя важными и пророчествуют на будущее да то есть вот я вижу он будет тем еще товарищем теперь зачем ты это делаешь ты программируешь ребенка на что-то или ты создаешь какую-то веру в неправильные вещи в его родителях это тоже передается ребенку и родителям то есть вообще не говори ничего плохого закрой рот и сиди тихо видишь ты что-то ну хорошо видишь если ты не знаешь как это предподнести конструктивно и созидательно то есть чтобы это помогло не просто показать какой я весь из себя проницательный да а чтобы это помогло людям тогда сиди и молчи не все и так знают свои недостатки и стесняются их и не нужно человеку в глаза этим это еще раз лишний раз как бы тыкать этим в лицо человеку да и прыгать в глаза теперь также ребенка нужно учить есть такой принцип телескопа в психологии то есть если ты смотришь с одной стороны в телескоп то он увеличивает то на что ты смотришь да вот так вот увеличен увеличивая нужно смотреть на хорошие качества других людей в первую очередь свои хорошие качества я хороший человек я хороший опять же не нужно путать что я лучше всех или мне полагается больше всех но я хороший я достойный я достойный любви я достойно хорошего отношения я достойно уважения я достойно быть окружен приятными хорошими людьми я достойно хорошей работы хорошей зарплаты это должно быть искренне человек действительно должен не просто повторять это как мантру не веря в это а именно вот интегрировать внутрь себя чувствовать это жить этим и разумеется тогда это хорошо влияет на на его самоощущение на ощущение им счастья теперь другой другая сторона телескопа да одна приближает а большая сторона если в нее смотреть она удаляет вот через этот телескоп нужно смотреть на свои недостатки это не значит что не нужно стараться их исправлять совершенствовать обязательно нужно но на недостатки других людей именно через это нужно смотреть знаете есть уже стало притчей хотя это реальная история как один человек пришел в дом престарелых пожилой мужчина пришел в дом престарелых где была его жена они там ухаживали и он каждый день приходил и кормил ее ему говорили зачем вы приходите кормить она же даже вас уже не узнает она уже даже вас не узнает она даже не помнит кто вы вы знаете может быть она и не помнит кто я но зато я помню кто она понимаете то есть проявление милосердия бесконечно важно то есть приучает ребенка быть милосердным нежестоким сегодня очень популярно там особенно мальчиков учить боевым искусством все очень хорошо но когда это доходит до часто к сожалению до профессионального спорта люди просто теряют какие-то человеческие понятия и обличие и жестокость просто переходит все границы во-первых не каждому мальчику это подходит это может только разрушить ребенка очень не каждому это подходит что вот он был мужик да умел за себя постоять там ну ну поверьте мне это не каждому подходит то есть есть люди которые не могут не могут этим всем заниматься и они только от этого еще хуже себя чувствуют они постоянно натыкаются на эту реальность что они бессильны против кого-то кто более сильный и опять же это только понижает их самооценку такого человека если отдать на какой-то менее агрессивный спорт ему это гораздо больше пользы для здоровья физического тела и психики принесет больше чем чем эти боевые искусства поэтому очень аккуратно с этим я вижу что мы уже переходим временные границы но хотел с вами просто очень много чего обсудить вот еще один такой момент легендарный еврейский царь давид который написал книгу псалмов который принято также и в христианской традиции в своем 142 псалме он описывает ситуацию где он прячется от преследующих его воинов царя Шауля Саула в христианской традиции царь Саул хотел его уничтожить вот он спрятался в пещере он взывает Господа Господи спаси меня я не знаю как ты меня можешь спасти но спаси меня пожалуйста и творец делает чудо посылает паука который свивает паутину на входе в пещеру разумеется воины царя Саула когда пробегают видят что на входе в пещеру паутина значит явно никто сейчас туда не вошел пробегают дальше и так царь Давид спасается но при том что он находится в ситуации когда его жизни угрожает опасность он там не кричит в панике и не бьется в истерике да он поет хвалебную песню творцу творец ты меня поставил в эту ситуацию вытащи меня отсюда спаси меня и вот я считаю на этом примере очень хорошо ребенку объяснять что в любой ситуации всегда есть какой-то выход который чуть лучше чем все выходы да и очень часто умение увидеть этот выход зависит от того что человек будет спокоен потому что он уверен что все будет хорошо как бы ни происходило все будет хорошо я божественная душа творец меня охранит какие бы события ни проходили в моей жизни они направлены на мой духовный рост даже если они мне кажутся какими-то неприятностями страшными событиями всегда направлены на мой рост такова реальность не просто фанатическая вера вера с пониманием да что все к лучшему в какой бы ситуации я не был все к лучшему и как бы эта ситуация не закончилась это тоже к лучшему потому что творец творец контролирует каждое действие в нашем мире каждый процесс и вот царь Давид находясь в такой казалось бы безвыходной ситуации он поет хвалебную песню творцу потому что он уверен что творец меня спасет все будет хорошо это очень-очень важно привить ребенку вот это ощущение что с тобой рядом кто-то всемогущий бесконечно добрый который тебя бесконечно любит даже больше чем папа с мамой тебя любят сказано что любовь творца каждому из нас несравнимо больше чем сумма любви всех матерей мира которые были есть и будут то есть материнская любовь это что-то вообще непревзойденное так вот творец бесконечно больше любит каждого из нас чем все матери мира которые были есть и будут вообще способны были любить каждое своего ребенка так вот творец нас любит больше это очень важно ребенку как бы тоже в него это интегрировать чтобы он жил этим ощущением тогда это ему придаст придаст уверенность в себе теперь есть такой жизненный пример что не только жизненный пример опять же еврейские мудрецы говорят что всегда любому недугу творец перед тем когда человеку недуг он создает рядом лекарства и я помню вот разных народов мира я это встречал в их когда изучал медицину что везде где вводятся какие-то ядовитые твари там обязательно произраст какое-нибудь растение которое является антидотом их яду то есть противоядием вот это еще раз на мой взгляд хорошо подтверждает этот принцип что всегда творец сначала создает лекарство а потом дает болезнь дай бог чтобы сейчас тоже с короной так и получилось так вот когда еще один принцип что мы видим в природе что когда одна рыба гоняется за другой допустим какая-нибудь щука гоняется за карасем и хватает его и проглатывает теперь всегда когда вскрывали щук и находили там карасей то карась был не хвостом внутрь да то есть не хвост глотает щука она всегда его заглатывает с головы то есть уплывает от нее хвостом она его когда хватает она его заглатывает головой ну немножко такой кровожадный пример извините но на мой взгляд очень наглядный который объясняет что иногда очень часто мы в жизни зачем-то гоняемся и не можем поймать этого есть такой принцип в духовности что когда тебе что-то очень надо и ты за этим гоняешься не можешь догнать остановись перестань за этим гнаться знаете когда один ребенок за другим бегает в салочке играет или пытается его схватить тот который убегает если у него получается убежать да он очень рад что у него получается убежать если тот кто догоняет останавливается все больше не хочу играть тот сам к нему придет тот кто убегал сам к нему придет да то есть то зачем ты гонишься остановишься скажешь вот из такой понятия еврейской философии сядь и ничего не делай когда ты не ну не можешь ничего я не могу сделай как ты считаешь нужным то оно само к тебе придет такой принцип тоже стоит этому ребенка научить теперь как мы уже говорили что то зачем немножко подытожим то зачем ты гонишься оно от тебя убегает остановись оно придет к тебе верь в то что научите ребенка верить можем более подробно об этом поговорить в будущем каким образом это делать более более детально как верить в то что все к лучшему и все что с тобой происходит даже если это выглядит как неприятности чуть-чуть имей терпение подожди и ты увидишь что это все равно было для тебя хорошо понимание того что весь мир создан для каждого из нас не в эгоистическом плане что нужно хватать и загребать под себя в мире да а он создан для нас потому что мы себе себя отзеркаливаем то есть мы проецируем в мир что-то если мы проецируем в добро добро то мир возвратит нам добро если мы проецируем негатив негатив то мир отразит нам этот негатив и помните как в мультфильме крошка енот потрясающий мультфильм когда ему мама говорит ты брось палку и не строй рожи тому еноту который сидит в пруду а ты ему улыбнись и он тебе улыбнется вот и тогда тогда вот нас будет окружать позитив и благодаря этому мы сможем чувствовать себя более счастливыми постоянно благодарить за это счастье и окружающих нас людей неважно какого они возраста старше нас младше нас даже когда обнимаете грудного ребенка скажите я тебя так люблю я благодарю творца что у меня есть даже если это ребенок с какими-то сложностями и трудностями не 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 скажем так ребенок необычный нестандартный да то то все эти трудности они тоже даются для чего-то для того чтобы чаще всего окружающие этого ребенка взрослые совершенствовались и за это тоже нужно благодарить спасибо творец что ты мне даешь возможность совершенствоваться и с Божьей помощью чтобы все были счастливы спасибо на этом все я верю что была очень интересная и полезная лекция и время пролетело незаметно мы тебя благодарим всего доброго всем спасибо до свидания спасибо большое до свидания до свидания до свидания Субтитры создавал DimaTorzok